Ядро Петербургского пробуждения Это значит те люди, те новообращенные, которые оказались центром движения Самым первым и основным служителем и подвижником среди аристократов был вот этот человек Василий Александрович Пашков У Пашкова не было титула ни графского, ни княжеского Хотя в некоторых наших книгах, в некоторых изданиях допущена такая ошибка Где Пашкова называют графом Граф Пашков Хорошо, что нашелся человек Этот человек недавно уверовал Но он, по-моему, пород своей деятельности историк, журналист И он прислал в наш союзный журнал заметочку Вот с такой критикой Что не было в России графов Пашковых и князей Пашковых Не было Это правильное замечание Может, вкралась такая ошибочка Но, несмотря на отсутствие титула княжеского или графского Пашков был очень известным, влиятельным дворянином Представителем дворянского высшего класса, высшей петербургской знати Ну, во-первых, он был, можно сказать, фантастически богатым человеком Он наследовал громадное достояние Где-то, по-моему, пять имений у него крупных было по всей России Крупные имения В Нижегородской области В Подмосковье В Уфимской губернии В Тамбовской губернии В Пензенской губернии А на Урале, в Оренбурге У него было два медноплавильных завода И, конечно, все это приносило громадные прибыли Были большие доходы у него Земли Где-то в ряду землевладельцев Он занимает одно из первых мест По землевладению крупнейшему Среди всех помещиков Рядом того времени, второй половины XIX века Человеком он был светским До своего обращения Никаких религиозных, духовных интересов практически у него не было Интересы духовные появились у его жены Когда она знала о том Что вдоль у Чертковой, у Ливен Собрание ее английские проходит Там проповедует рецепт Жена стала посвящая эти собрания И, естественно, стал приглашать мужа Муж ни в какую не хотел Откликнуться на приглашение жены И ее даже отговаривал И тебе я не советую туда ходить И охота тебе слушать этого болтуна Англичанина Не пойду и тебе не советую посещать Такая была позиция Вот через некоторое время Жена его решила пригласить редстока к себе домой Она устроила званый обед для гостей В качестве гостей был приглашен в редсток проповедник Ну и когда было такое свободное застольное общение Рецепт проводил места из Библии Вел беседу на библейскую тему Оживленную, такой свободную, непосредственную А после этой беседы Он по своему обыкновению Предложил совершить общую молитву Что во время молитвы все опустились на колени Хозяин же присутствовал здесь И он ради приличия тоже вместе со всеми стал на колени Просто ради приличия, ради уважения Что в это время стал молиться редсток Искренне, простой, сердечно молитвой Своими словами Пашков Впервые услышал такую молитву Не заученную, неформальную А сердечную Идущую из глубины сердца И в это время что-то с ним произошло Внутри Удар Духовный Какая-то сила Вдруг Исторгла из его сердца Молитву покаяния Что он тоже стал молиться Неожиданно для самого себя И неожиданно для окружающих Вдруг стал просить Бога о помиловании О прощении Признал себя грешником погибшим И как он после свидетельствовал друзьям Я встал с колен уже новым человеком Уже другим человеком Что-то во мне перевернулось Что-то во мне опрокинулось Я тут же изменил образ жизни Перестал гореть на скачке Лошадиный Он был любителем Верховой езды Любил Смотреть на соревнования Это то, чем увлекалась Айсократия, дворяне Того времени Сразу же отдал Свой дом Зал из своего дома Для собраний Выделил большие средства На благотворительной цели И стал проповедовать Проповедовать на основе того Еще маленького опыта Духовного Которого он приобрел Во время обращения Это были проповеди и свидетельства Свидетельства о том Что Бог совершил лично с ним С его сердцем Ну а летом Обычно все аристократы Разъезжались В свои имения На летнее время Покидали Петербург Столицу И отправлялись В сельскую местность На природу Вот так же поступало Пашков Имений у него было много Но он не просто там Отдыхал Наблюдал Контролировал Ведение хозяйства А он стал там Организовывать Кружки Собрания Приезжает И тут же начинает Собирать Служащих Конторских Собирает крестьян Рабочих В определенное время Он начинает устраивать С ними Библейские Духовно-просветительские Собрания Собеседования Он начинает Обходить крестьянские Избы Вместе с сыном Они обычно это делают С какой целью Чтобы помогать Нуждающимся Берет на карандаш Как говорится Нужду Того иного Или иного Семейства У кого-то там Крыша Похудилась У кого-то там Лошади Корова Пала Что он берет На карандаш Кому-то нам нужен Лес Для капитального Ремонта И вера И в то же время Практические дела Плоды Веры Тут же Проявлялись В своем Подмосковном Имении Это было Крекшино По Белорусской Железной дороге До сих пор Сохранился В село Там была Центральная Усадьба Пашкова Я туда ездил Специально Чтобы посмотреть Что там осталось Пашкова Остались ли Какие-то следы Следы остались Настолько Там Запустение Всеобщее Дом Пашкова Сохранился Но Сохранился Только Частично Такой вид Как будто Во время войны После бомбежки Трубы Высокие Стены Разрушены Наполовину Тут все Кругом Бурьян Заросло Я у местных Жителей Спрашиваю На чем Балансе Это строение Кто отвечает Жители Говорят Да Числится Это строение На балансе Нарваминского Отдела Культуры Отдела Охрана Памятника Постаренной Они ничего Здесь не делают А мы А мы По кирпичку Рассказываем Там Свини Такие Бродят Среди Бурьян Собаки Бродячие И Контуры Стены Трубы Дома Видно Что дом Был Построен В таком Английском Стиле Какими С раконами Я видел Фотографии Этого дома В одном Сборнике Посвященном Биографии Льва Толстого Лев Толстой Часто наезжал В Крёкшино Пашковы Были Какие-то Родственники Дальние С семьей Толстых Толстой Там часто Бывал В Крёкшино Там Есть Фотографии Этого дома В Крёкшино Пашков Строит Больницу Благотворительных Целей Открывает Школу Общеобразовательную В школе Там ведут Преподавание Библии Библейские Уроки Ведут Уроки Духовного Пения Что касается Музыкальной Певческой Части То в этом Ему Помогала Жена И три Дочери Они тоже Были Все Берующие С музыкальной Подготовкой А можно вопрос А у отделенных Хош Пашков Или как У отделенных У отделенных Есть Пушков А Пушков Я думаю Может Группа Оперативная Группа По Благовестию Ансамбль Симфонический Небольшой Разъезжает По Украине По России Он был Очень активным В советское Время По-моему Два срока Он отсидел Одно Последний Срок У него Был Восемь лет Я С ним Немножко Так знаком Он был У нас в Тамбове Со своим Ансамблем Раз-два Наверное Раньше я его Видел В других Городах Где-то В шахтах Воронеже Видеосеминария ТВС Благотворительный Проект Наш общий Вклад Обеспечит Доступное Христианское Образование И формирование Сотен Служителей По всему Миру Поддержите Наш проект Молитвой И финансами О чем Молиться И как Пожертвовать Вы можете Найти на Сайте www.tv.seminary.ru Ближайшим Сотрудником И сподвижником Пашкова Оказался Вот Этот человек Этот представитель Дворянского Класса Имел Титул Это был Граф Граф Модест Корф Модест Модест Вич Немец Он из Прибалтийских Немцев Туда Восходит Его Родословная Корф И эта Фамилия Довольно Известная В России Все Корфы Были Крупными Государственными Деятелями Служили При царях Российских Штатцом Нашего Корфа Был Модест Андреевич Корф Член Госсовета Государственного Совета Директор Публичной Библиотеки Главной Библиотеки Петербурга И Друг Пушкина Вместе С Пушкином Они Учились В лицее Лицейский Друг Александр Сергеевич Не этот Корф А его Отец Корф В отличие От Пашкова Был Человеком Религиозным С детства Набожным Благочестивым Он Посещал Храмовое Богослужение Исповедовался Причащался Старался Соблюдать Все Предписания Православной Церкви При Царском Дворе Он Исполнял Две Должности Должности Эти Назывались Своебразно Церемоний Мейстер Царского Двора Церемоний Мейстер То есть Тот человек Который Устраивает Торжественные Встречи Церемонии Да Проводит Рауты Всякие На высшем Уровне И еще Одна Должность У него Была Гофмейстер Функции Гофмейстера Я точно Не знаю В чем Они Состояли Но Предположительно Это Наверное Был человек Который Отвечал За Внешние Связи За Международные Связи Что Что дальше Связано И с одеждой И с человеком Который Следил Завнешним Видом Еще были И гофмейстер И царицы Что-то Такое Цибет Связано И Межмейки Понятно Вот эти две Должности Они В общем Тродственные Так Получается Гофмейстер И цари Манимейстер Он Был Человеком Музыкально Одаренным Он Играл На многих Музыкальных Инструментах Неплохо Пел Соло Модест Корф И кто-то Другой Модест Андреевич Модест Андреевич Да Тот был Модест Андреевич А это А наш Модест Модест Витч Корф На всех Светских Вечерах Высшем Обществе Он Был Главным Участником И пел И Руководил Он был Ведущим Тоже Однажды Корф Был Направлен В Париж Чтобы Представлять Там Русскую Выставку Русскую Промышленную Выставку Выставка Новинок Разных Технических И так далее Он был Направлен Туда Как ответственный Смотритель По линии Этой Выставки Ну и Когда Стали Там Расставлять Павильоны Разные Выставочные Корф Все это Осматривал Том Заметил Какой-то Небольшой Павильончик Своебразный Над этим Павильоном Так вот В виде Дуги Было Было Такое Панно А на Панно Крупными Буквами Надпись Библия Что он Подошел Владельцем До павильончика И спросил А вы Что здесь Планируете Установить Они Представились Мы Сотрудники Библейского Общества Британское Английское Что у нас Есть Литература На русском Языке Новые Заветы Евангелие Мы хотели бы Распространять Среди Участников Выставки И хотели бы Передать В Россию По русскому Языке Духовную Литературу Не могли бы Вы нам Посодействовать Интересно То, что Когда Коров Увидел Эту выставку Название Павильона Библии Он даже Не знал Что это слово Обозначает Несмотря на то Что с детства Уходил в храм Исполнял Все предписания Но что такое Евангелие Он знал Вот слово Библии Первый раз Только Увидел И Вначале подумал Что это какая-то Техническая Наринка Зарисовала Да Потому он Подошел К этому Павильону А это Оказались Сотрудники Библийского Общества И Когда Они ему Предложили Вот это Не могли ли Вы Приспособствовать Нам Чтобы Мы Часть Экземпляров Направили В Россию Он Сразу Согласился Да Я Постараюсь И На самом деле Когда он Вернулся В Петербург Через Некоторое Время Вдруг Приходит Извещение С почты Что на ваше Имя Получено Столько Экземпляров Книг Священного Писания Корфу Не знал Что с ним Делать Как распределять Эту литературу Он Пошел В Синод Святейший Посоветоваться В православном Синод Ну К счастью В это время Там оказались Такие Разумные Сотрудники Трезвые Сознательные Что Они Понимали Что Эти книги Необходимы Для духовного Просвещения Они тоже Оказали свое Содействие И вот Таким образом Корф Оказался Сработником Вот в этом Деле Сработником Библейского Общества Это была Такая Его первая Встреча В библейском Начинании В библейском Деле Но Когда он Услышал о том Что в Петербурге Среди Аристократов Есть Такой Интерес Быть На собраниях Рецкака Слушать Проповеди Участвовать В собеседованиях Он К этому Отнесся Скептически На приглашение Друзей Посетить Эти собрания Он Обычно Отвечал Так А зачем Мне это Нужно Я и так Верующий Я и так Человек Не без Религии С детства Я Бога Почитаю Храм 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 Стараюсь Регулярно Но Однажды Как-то Уговорили Корф Все-таки Прийти На такое Собрание Что В это Время Рецкак Говорил На тему О рождении Свыше Что Значит Родиться От воды И духа Родиться От слова Божьего Духа Святого Корф В общем Заинтересовался Оказывается Надо Еще Что-то Для полноты Веры Неужели Недостаточно Того Что Я Имею Надо Еще Пережить Какой-то Переворот Какое-то Рождение Свыше Он Стал Задавать Вопрос Рецкак Устал Вот В эту Тему Углубляться И Затем Вдруг Такое Озарение Внутреннее Сним Произошло Он Понял Что Надо Еще Сделать Шаг Полный Окончательный Что Ему Не хватало Как раз Полной Отдачи Христу Господу И Спасителю И Он Этот Шаг Сделал Стал Ближайшим Сотрудником Соработником Василия Ашкова Они Так Сдружились Такая Между Ним Была Гармония Взаимное Дополнение Взаимная Поддержка Они Стали Устраивать Совместные Акции Такие Вот Библейские Министационные Духовно Просветительские Вместе С Пашковым Они Начали Посещать Петербургских Извозчиков Те места Где Извозчики Отдыхали Пашков И Коров Стали Регулярно Туда Приходить Приносили Туда Литературу А Семья Читают Ну Очень мало Был Грамотных Среди Извозчиков Это Типа Таксисты Сейчас Да Можно так Сказать Среди Извозчиков Появились Уверовавшие Очень активные Такие Ревностные Вот Кор в своих Воспоминаниях Там Приводит Такие Эпизоды Что Я Учился У этих Людей Они Меня Многому Научили Это Был Мол Народ Такой Простой Но В какой-то Мир Мудрый Кор Рассказывает Когда Он Проводил Беседы Вот В этом Кругу И Что-то Такое Произносил Неудобно Разумительное В это Время Рядом С ним Сидел Простой Человек И Дергал Ее За Пиджак Сзади Здесь Они Прав Здесь Ты говоришь Что-то Такое Неудобно Разумительное А ну-ка Скажи Попонятнее Попроще Чтоб Мы Порули Корф Реагировал На эти Замечания Прислушивался И Старался Справляться Менять Стиль Своих Проповедей Бесед И так далее На Простоту Да Попроще Да Здесь В свое Время У Златоуста Была Такая Ситуация Почему Прозвище Такое За ним Закрепилось Яна Златоуста Когда он Начинал Свое Пропроведническое Служение Он Был Человеком Таким Подготовленным И Философским Отношением Он там Учился Философских Школ В школах Красноречия Потом Юриспруденцы Изучал Ну и когда Начал Проповедовать То Произносил Такие Заумные Проповеди Философские И вот Однажды Когда он Был на Большом Собрании Во время Такой Проповеди Вдруг Какая Женщина Воскликнула Учитель Духовный Златоустый Верь Ума Твоего Так Глубоки А наш Ум Такой Короткий Что Мы Не Можем Воспринимать Истины Которые Ты Нам Провозглашаешь Говори Проще Это был Тоже Урок Для Златоуста Он Взял Себя За правило Говорить Проще И вот С того Момента Такое Наименование За ним Закрепилось Златоуст Учитель Златоуста Духовный Учение Твое Так Глубоко Верий Ума Нашего Так Короткие Что Мы Не Воспринимаем Говорить Проще Он Старался Говорить На Жизненные Темы Практически Делал Больше Акцент На Наседании На Учения И так далее Не Уходил В Такое Абстрактное Посмотрство Нечто подобное С Корфом Тоже Происходило Слушатели Простые Были Его Учителями Кроме Таких Акций Просветительских Пашков И Корф Открыли В Петербурге Швейные Мастерские Для Женщин Эти Мастерские Выполняли Такую Двойную Функцию С одной Стороны Они давали Возможность Нуждающимся Заработать На кусок Хлеба Дать Работу Женщинам А с другой Стороны Там атмосфера Была Такая Христианская Духовная Там Устраивались Специальные Встречи Беседы Евангельские Библейские Появлялись Снова Обращенные Естественно Еще Они открывают Столовую Для студентов Благотворительную Столовую Для студентов Пашков И Корф Учитывая Это Готовили Пищу Набирали Штат Персонал Определенный Из числа Верующих Которые Готовили Пищу И могли Вести Просветительские Беседы Параллельно На стенах Этих Столовых Обычно Висели И тексты Из священного Писания Студенты Могли Кофе Чай Бутерброды Взять Еще Что-то Такое Тоже Познакомиться С верующими Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...